Всем привет! Не будет шутки про коронавирус, ну и вообще нафиг эту тему, она уже везде. Просто я забыл побриться, ну извините, так получилось. Это город Светлый, мы здесь снимали три года назад, представляете, в семнадцатом году. Наверняка здесь что-то поменялось. Версия 2.0, поехали! Нет, с ней вообще, Олег, неудобно. По-нормальному, просто пойдем поугараем с людьми. Снимаем вторую часть того, что мы снимали три года назад. Что-то поменялось за это время? Не поменялось ничего, только хуже стало все. Народ не меняется. Работа, работа. Не хочется работать просто. А где работаешь, если? В аптеке. Вот я в самом начале сказал, не буду я про этот вирус. Люди просто паникеры вообще жесткие. Паникеры жесткие, масок нету, перечиси нету, бинтов нету. Причем, я насколько знаю, даже вам не хватает масок. Нам не дают маски, мы без масок работаем. Они же все вообще скупают, они говорят, гематогенки все, быстро сюда. Гематогенки все, по 30 штук. Гели для рук 40 штук. Презервативы берут? Презервативы нет. Нет, потому что размножаться надо все сразу. Надо, надо. Ты получается работаешь, прям охренеть в какой зоне риска? Да, у нас вчера был день пенсионера, поэтому там риск был такой. Сын, Колька, привет, тебя люблю очень сильно. Он тоже смотрит, окей, говорю, риск с нами. А мужу ты не будешь передавать? Серега, люблю тоже. Давай кого ненавидишь? А, нет. Маленький город. Нет, кого ненавидишь, скажи, что ты его любишь. Всех люблю. Друзья, сейчас надо вот так вот сейчас. Вот так вот, да. Как вообще дела? Вообще-то вообще офигенно. Мы снимаем про светлый. Вы местные, да? Не, а я не... Вы не местный. Он всю малину портит, видите? Все время нам мешает все. Давайте я сейчас лучше вам сейчас что-нибудь сделаю. Вот и все. Давайте. Ну что-то такое, что-то законное. Пойдемте вместе лучше кофе попьем. Сейчас молодежь смотрит интернет, они любят, чтобы что-то пожестче было, что-то интересное. Молодежь пошла на нас. Вот если вы сейчас ножом меня пырнете, это будет весело. Пойдем кофе лучше попьем. Да кофе я не пью. Пиздец, ебать. Поправки в Конституцию хотят вводить. Да. Одно из предложений хотят из каждого города, из названия города, убрать по одной букве. Вот из города Светлая какую букву вы убрали бы? Б. Б? Ну да. Можно немножко с вами общения? Ну не разбегайтесь, ну вы же такие клевые. Давай тогда ты хотя бы на фоне будешь стоять. Ну вдалеке хотя бы. Светлый же дружный город. Да. Почему они не поддерживают друг друга? Ты учишься? Ну да. Сейчас школы закрыли. Ну свободное посещение. Ну да. Ты ходишь? Нет. Конечно, конечно. Почему школу не хочется ходить? Ну, просто сложно. Все сложно. Ходить в школу? Да. Поднялся евро и доллар. Это сейчас все об этом говорят. Сколько сейчас рубль-то стоит? 81 рубль. Вот рубль. Сколько рублей сейчас стоит? Может, рублей 20? Ну, примерно. По поводу поправок в конституцию. С какого возраста сейчас разрешается заниматься сексом? Добровольно. Ну вот они хотят ввести поправку. С какого года? Не знаю. С кем лет? С 16-ти, наверное. А недобровольно со скольких лет можно? Недобровольно? Да. Вот поправку сейчас хотят ввести, поменять закон. Чтобы недобровольно сексом со скольки лет? С 18-ти. Ну, с 18-ти, наверное. Есть про светлый, кстати, трек? Ну, не про светлый, правда, но ладно. Но чувак из Светлого ее записал? Чувак, да. Как его зовут? Алексей. Называется по-другому. О, вот этот трек нормальный, Алекс Леха записал. Воспользуйтесь рекомендациями в разделе. Это, оказывается, Леха придумал? Невозможно из-за тебя слушать песни, Леха. Про что трек? Про родину. Нравится песня? Да. Вам нравится эта песня? А это местный придумал? Да, да. Ты читаешь Рыбчик? Ну, иногда бывает так. Много город, красивые улицы, что еще сказать? Мы стоим на площади и фристайл, что-то да. Я не знаю, что это как-то так. Сейчас припевает. Кто спалился, пацаны? Выложили в сториз, что мы здесь. Подписчик наш нам написал, ребята, пригоняйте к нам во взморье. Халява, я знаю, вы любите халяву. Куда ты нас позвал? Я позвал вас в наш магазин фирменной сети рыбокомбината за родину. Всегда по четвергам в магазине во взморье. Дегустации, скидки. Друзья, самое главное, надо понимать, что мы реально случайно сюда сегодня приехали. Нас никто сегодня не ждал, да, Новорт? Абсолютно не ждали. Это вообще было спонтанно. Сразу на входе свежая продукция выложена. Это прям выловлено сегодня? Да, да. Это сегодняшний вылов. Два-три часа назад сортированные, привезенные сюда в магазин. Рыба свежая, рыба копченая, запеченная, вяленая. Лещ знаменитый наш, самый вкусный. Всех всегда интересуют цены. У нас в магазинах, разумеется, дешевле, чем в рознице. В связи с последними, опять же, новостями, когда там сносят все полки магазинов, здесь все завалено консервами. Тут даже еле-еле, видите, выдерживают полочки. Каждый четверг у нас выставлен такой стол, где можно подойти, попробовать продукцию. Специально для тебя мы сейчас перевернули вообще все наименования продукции. Угадаешь ли ты рыбу? Давай, если я хотя бы половину угадываю. Я предлагаю тебе просто тогда взять килограмм салаки с собой. Че стоит, кстати, килограмм салаки? 50 рублей. 50 рублей. Надо выиграть. Я не могу проиграть. Это акула? Судак. Давайте попробуем. Это я знаю, это я вспомнил, это скумбрия. Сельдь? Блин. Так, давайте попробуем. По-моему, это тоже селедка должна быть. Скумбрия. Подстава. Любой покупатель, он может у продавца попросить дать попробовать тулиную рыбу. Нима девочка отрезает кусочек, он пробует, понравилось, беру или не понравилось. Тут травы есть? Травы. Травы. Это все легально? Я вот такие покупаю, травы. Дети любят травы? Да. Всей семьей травы? Конечно, я добавляю. Поэтому залывайтесь. Как думаете, если вот такие будут дегустации, вы придете, поели, наелись, такие, ой, не будем ничего брать? Своим дамам порекомендую, они и возьмут. Дамам? Да, то, что есть, да. Две дамы. Две дамы? О! Да, вот одна, вот вторая. Пирожки у нас всегда свежие, готовятся каждый день. Три главных секретов, чтобы был такой прям идеальный пирожок получился. Вкусное тесто, красивые ручки и хорошая рыба. Молодой человек у вас же есть? Да. У меня рыбу не любят. А как приходится вы удивлять? Ну, это не в еде. Красивые ручки, я помню. Что происходит до того процесса, когда рыба, собственно, уже появляется на прилавке? Все знают, как рыбу ловят, а потом привозят, перерабатывают. Сейчас мы с вами на судне, оно только что пришло, привезло где-то 120 тонн рыбы свежей, эта рыба сразу сортируется, идет на коптильные печи. Наш покупатель самую свежую продукцию может покупать в наших магазинах. Самые любимые три ваши вида рыбы, что вот прям? Люблю котлеты из судака, которые мы тоже делаем, и в магазине они продаются. Очень люблю кильку пряного посола, особенно там часа 4-5 после того, как мы ее посолили. Третья позиция – это лечь горячего копчения. Ну и четвертая – это пиво. Пиво нельзя рекламировать. Безалкогольное пиво. Безалкогольное пиво. Дегустации каждый четверг? Каждый четверг и каждый четверг на 6-8 позиций цена меньше на 30%. Халява. Халява. Что вы вообще делаете, парни? Сидим, отдыхаем. Что, девчонки там где-то? Ну, мы холостые. Просто общаюсь с нами. Холостяки, блин. Дурочки в классе. Дурочки в классе? На уроках курят, например. Курят? Вейпят. В каком классе? Седьмой. Что-то интересно вообще в городе происходило? Я лупанул однокласснику с ноги. Я, короче, кинул мяч, почти в него не попал, он подошел ко мне. Так ударил, ну, слабовато. Я ему с ноги дал, ну, тоже слабо. И он, типа, начал ныть и говорит, типа, обиделась, тёлка. Я ему такой, я тебе сейчас, ну, дам, это, пахали. Ты почти попал в него мячом, он почти тебя толкнул, и ты почти ему дал пахали. Да. Почти клёвая история. Если вдруг кто-то на тебя там что-то наехал, как нужно себя защитить? Просто сначала побазаритесь, он там нарываться будет. Такой, ёу, щит. На ему. А если он, например, ствол достает? У него ствол. Короче, выкидываю его самого чувака этого. А если девчонка на тебя нападает? Девчонок бить нельзя. Просто отойду. Что снимает? Можно немножко общения с вами? Нет, общения с нами нельзя. А как это нельзя? Что вы такие? Мы проект ОК Гуриус. И что вы хотите от нас услышать? Просто у жителей спрашиваем, что поменялось, что не поменялось. Ну, что это, мы же не будем рассказывать чужим. Не будем чужим рассказывать? Не будем чужим рассказывать. Жизнь у нас такая хорошая, что мы даже не боимся умереть. А вы боитесь умереть? Я боюсь. Да? Нет, я не боюсь. Мы же все рано или поздно умрем. Какую бы смерть вы хотели бы? Дома и быстро. А потом в кремацию. Красивая урна и на камин. Классно. Наверное, классно. И муж будет со мной каждый день разговаривать. А мы же рядом, будет тоже в этой штуке? Кто первый, тот на камин поставит. Видите, как мы позитивно про смерть поговорили. Да. Прямо сейчас, эксклюзив, я пройду через этот тоннель моды Светловского рынка и заметно преображусь. Модная одежда от европейских дизайнеров. Как вы думаете, модно я выгляжу? Очень даже. Очень. Классно выгляжу? Не мой вкус вообще. Нет? Не надо меня снимать. Я бы все поменяла. Красава. Вышли мы из рынка. Ну, как-то люди сказали, что не подошел немножко лук. Но сделал подарок. Хозяин того магазина, такую кепку. Но это не единственная хорошая новость. Присоединился Серега. Серега, тебя зовут? Да. Говорит, Серега Звезда Светлого. Да, Звезда Светлого, совершенно верно. Как ты стал звездой? Звездой стал очень просто. Вот сходка у меня будет 22 марта 2018 года на площади города Светлого. Сходка? Да. Толпа на толпу? Да, толпа. Ну, нет, не толпа на толпу, а получается моя сходка с подписчиками. Соберется, ну, буквально 300 человек, я думаю, да. Хотелось бы найти девушку. Хотелось бы девушку найти. Давай прямо сейчас сделаем параметры, зададим? Спортивная, активная, жизненная. Все, ты отек уже почти всех своих подписчиков. Да. Грудь какая должна быть? Ну, грудь должна быть пятого размера. Минималку берем? Да. Губы должны быть не набитые, а естественные. Ну, ты сам набьешь потом, да? Да, да, если она будет. Я надом, если сам. Вес до 80. Не, ну, не люблю толстеньких. Не люблю. Да? Не твое? Не мое. Ко мне подлетали толстенькие, я говорю, нет, нет, нет. Прям подлетали толстенькие? Да, подлетали. Так может, они не такие толстенькие, раз подлетали? Ну, не знаю. Если найдется девчонка на сходке, когда? 22 марта 2018 года. 2018 года. Сейчас я отвечу, потому что президент звонит Российской Федерации. Приветик. Офигом с президентом? Я вот сейчас с ОК Гуревском общаюсь. О, президент теперь про нас знает. Привет вам. От кого? От Саши. О, ничего, оказывается, Саша Путин. Давайте мы сфотографируемся с вами, я побежу. Давайте сфотографируемся. Классная кепка, мы все время так вот можем делать. У меня, кстати, подождите, фирменный прыжок. Фирменная! Я могу сейчас с вам прыгнуть его даже. Давай! Я умею отжиматься. Покажем? Да. В честь 2020 года. 2020 раз. 13. Я пою, кстати. Город светлый, любимый, необходимый. Я тебя люблю всей душою, к 60-летию я готовый. Чем занимаешься? Я работаю здесь, занимаюсь творчеством, двигаюсь в этом направлении. У меня много есть, что рассказать, донести до людей, человечность какую-то, понимаешь, крик души. Конкретно, каким творчеством ты занимаешься? Они знают, они знают, кто я такой. Надеюсь, они... Кто тебя знает, господи? Давай, я... Андрюха-сварщик, вот. И Андрюха, который творит в своем мире, да. Андрюха-сварщик. Однозначно меня все знают. Если они увидят, они поймут, что вот он я. И вот он ты. Слушай, ну это, я не знаю, пускай будет подарком судьбы. Ты хотел что-то донести до людей? Месседж? Да, больше человечности, больше чистой совести. И, в общем, меня не остановить, да, для себя внутри. Ты просто не представляешь, когда я сажусь. И я не знаю ни нот, ничего, ничего не знаю. Вот просто вот чумовое, и я улетел. Да, давайте, мужики, всего доброго и мира, мира позитива. Нихера не понял, что он сказал. Что бы я хотел сказать? У меня есть пару мыслей. Потерпите немножко. Нас начали приглашать на всякие движухи, на открытие магазинов. Ну, это круто. Зовите нас. Мы всегда открыты, как видите, мы приедем. Мы также поприкалываемся. Второе, что мне понравилось. Вы, дорогие друзья, дорогие подписчики, активно начинаете участвовать в съемках. Советуйте, рекомендуйте, съездите туда. Сходи туда, пообщайся с тем. Это тоже очень классно, что мы делаем все не зря. У нас есть свое небольшое комьюнити. И третье. Наконец-то погода становится лучше. Я прогнозирую чаще съемку выпусков. Подписывайтесь, смотрите видео до конца. Я же для вас записываю эту концовку. Все, это был проект OKGuris. Продолжаем ездить по городам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok